Выпускники 11-х классов находятся на пороге важного жизненного этапа, высшей планкой которого считается поступление в университет. А чтобы покорить эту вершину, уходит много труда и нервов. Но теперь у каждого из них появится возможность быть зачисленным в ВУЗ без ЦТ. Внутренние университетские олимпиады позволят их победителям стать студентами гораздо раньше других абитуриентов. Такую возможность предоставит и Брестский государственный технический университет. Университетские олимпиады по учебным предметам физики и математики в Брестском государственном техническом университете пройдут в феврале 2023 года. При проведении данных мероприятий мы перед собой решаем две важных задачи. Первая – это привлечение максимально мотивированных абитуриентов для освоения специальности технического, именно технического профиля. И вторая – это своеобразное профориентационное мероприятие для будущих абитуриентов. Перейдя сюда в университет, они знакомятся с инфраструктурой будущего учреждения образования, знакомятся с преподавателями, которыми будут работать в дальнейшем при освоении выбранных ими специальностей, а также проверяют уровень знаний, которые они получили в их школах. Участниками олимпиад могут стать учащиеся 11-х классов учреждений образования со всей страны. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте университета. Регистрация проводится до 29 ноября включительно. На данном этапе было зарегистрировано уже более 110 человек. Выпускники отдают предпочтение все-таки больше математики. На данный момент это 67 человек. Формат проведения данных олимпиад очный. Мы проводим его в два этапа – предварительный и заключительный. На предварительный этап необходимо просто зарегистрироваться и прийти к нам в университет. К заключительному же этапу будут допущены победители предварительного этапа, но при этом необходимо набрать не менее 40% от максимального количества баллов. Победители заключительного этапа без дополнительных вступительных испытаний будут зачислены в университет по двум специальностям. Это технология машиностроения, станки и инструменты, а также экспертиза и управление недвижимостью. Кадры, которые инженерного профиля необходимы на предприятиях, это дефицитные кадры, поэтому перспектива этих специальностей очевидна. Это работа с машиностроительного направления, инженерного направления, работа со станками, написание технологических процессов, работа с технологиями. Стоит отметить, что на данном этапе для участия в Олимпиаде уже зарегистрировалось более 110 человек. Есть представители из всех областных и многих районных центров, а также Минска. Но ВУЗ намерен порадовать еще большее количество юношей и девушек. В Министерство образования была подана заявка о дополнительных четырех специальностях, по которым также будут проводиться Олимпиады.